Поле тяжелое было, поэтому, наверное, много борьбы было, хотя и мы оппозиционную атаку делали, доходили до шарфной, создавали моменты. Рубин играл после 1-0, как повел в контратаку и тоже достаточно хорошо. Тоже, может, моментов не так много создавали они, но подходы были. Мы к этой игре готовились очень серьезно. Мы знали, что команда «Урал» на сегодняшний день и последние матчи проводила на очень высоком уровне. Не только с командами, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, а в средней части турнирной таблицы. Команда «Урал» очень здорово проявляет себя и с командами, которые находятся в верхней части, борются за Лигу чемпионов и Лигу Европы. Сбалансированная хорошая команда, но футбольное поле, которое, к сожалению, по погодным условиям, понятно, оно не дает в полной мере футболистам обеих командам. Команда проявит себя, упростила игру, что нашей команды, что команда «Урал». И на первое место понятно, что вышли бойцовские качества и характер команды. С чего мы сегодня преуспели и выиграли со счетом 3-1. Выездные победы, они неприятны, так как это очень сложные игры, которые мобилизуют футболистов в несколько раз, наверное, даже больше, чем домашние. Все-таки домашние проходят на таких эмоциях, а здесь на большей собранности. Поэтому сегодняшний матч показал, что наши футболисты отнеслись к этому матчу очень серьезно и к сопернику очень уважительно. Что подтвердил результат на табло? Ну, коррективы в футболе по 11-метровым, есть закон такой футбольный, не писанный. Обычно тот футболист, на котором нарушают, и он зарабатывает, и на 11-метров обычно они не исполняют. Потому что очень часто футболисты эти голы не забивают, что сегодня подтвердила статистика. Не от того, что футболист Портнягин или Гек Денис не умеют бить 11-метров. Они очень хорошо нас исполняют на тренировочных упражнениях, в тренировочных занятиях, и они являются нашими основными пенальтистами. Но сегодня сложилось так, как сложилось.